привет друзья это алена вы на моем канале 30 плюс я медицинский психолог нутрициолог сегодня с вами говорим про нарушение менструального цикла и соответственно почему так бывает я вижу многих молодых девочек девушек в консультациях которые приходят запросом ален помоги потому что гладиолус и могу сказать что многие садясь на какие-то безжировые диеты идут в какую-то серьезную проблему связанную с гормонами не существует никакого специального целебного питания при гинекологических заболеваниях на самом деле есть принципы здорового питания для всех и специальный при некоторых заболеваниях то есть например если у вас диабет целиакия и многие знаете приходят ко мне или с какой-то артерексией когда невроз правильного питания уже настолько атакует что это становится реально довольно серьезной физической и самое главное психической проблемой другой момент если мы с вами говорим про гормоны то конечно мы должны максимально выбирать питание многие думают о том что вообще не нужно думать о еде это неправда если у женщины очень очень большое большая история с молочницей с дефицитарными состояниями с йода дефицитом то соответственно эта история супер серьезно влияет на состояние и кстати многие даже не знают что максимально 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 причинами нарушения менструального цикла является сахар являются большом количестве простые углеводы плюс идут дополнительно воспалительные заболевания например поликистоз например ну это все серьезные вещи поэтому если мы с вами говорим про питание то оно максимально должно поддерживать ваше состояние первое это никакой самодеятельности в смысле если у вас закончились месячные нужно к врачу другой момент убрать всю химию убрать максимально стресс это супер влияет на нарушение менструального цикла другой момент важно поработать с дневником питания чтобы у вас не было дефицитов по белку по жирам и по водорастворимым витаминам это все испытание другой момент если у женщины снижен ттг т3 т4 то это тоже может быть такой большой проблемой плюс если мы с вами говорим что при поликистозе большое количество андрогенов да то здесь могут появляться кисты и поэтому гормональный дисбаланс достаточно серьезная история стресс влияет на это плюс влияет на это также питательные вещества у некоторых возле возникает эндометриоз кисты различные и эндометриоз может вызвать аномальные кровотечения судороги боли соответственно это все должно быть купировано и бывает еще параллельно идет какая-то инфекция поэтому когда мы с вами говорим про работу с питанием то это должно быть максимально чистое питание без химии без высокой гликемии без приколюшек оля кофе с молоком а еще какая-то история если есть уже какие-то проблемы то их нужно решать и если мы с вами говорим про состояние аминореи до дисминореи то питанием можно очень сильно улучшить состояние организма это и омега и поливитаминные комплексы это и бифидофлора микрофлора это и снятие воспаления до восьмерка для например как трава для успокоения тел как источник йода и питание конечно это та история которая максимально максимально будет создавать вам буфер качественного состояния и на женский организм влияют не только овощи и фрукты но достаточное количество белка и антиоксидантов вот если этого хватает то организм себя хорошо чувствует вот так мои хорошие поэтому кто закидывается химией кто играется в игрушки жареная жирная достаточно долго тот потом разгребает достаточно хорошую яму поэтому будьте осторожны и сразу смотрите на еду как на источник или чем лечение вас и и все пишите вопросы